Всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный завтрак. А называется такой завтрак яйца орсини. Не путайте с какими-нибудь другими яйцами. Готовится все это очень просто и быстро. Поэтому бегите ставить быстренько чайник. Чайник еще не успеет закипеть, как эти яйца будут готовы. Что нам понадобится для этого вкусного завтрака? Конечно же сами яйца. Так как у меня рассчитано на две персоны, поэтому я беру два яйца. Если у вас народу больше, берите яиц больше. Два тоста. У нас яйца эти будут на тостах. Вот такие красивые. Потом немножко зелени. Можно взять сыр. Я сыр брать не буду. И щепотка соли. Все делается очень быстро и просто. Постелите на противень пергаментную бумагу или фольгу. И положите туда тосты. Предварительно обжарьте тосты буквально несколько секунд на сковородке или в тостере, как у меня. Теперь нам нужно будет отделить белок от желтка. Это сделать очень просто и легко. Просто разбиваем яйцо. Сейчас у меня тут немножко не получилось. Разбиваем яйцо на две половинки. И сливаем белочек аккуратненько, чтобы не попал желток в отдельную емкость. А желток отправляем в отдельную мисочку. Отделили мы белок от желтка. Слегка поджаренный хлебушек я уже уложила на противень с пергаментной бумагой. Теперь взбиваем белок. Добавляю сюда щепотку соли. И продолжаю взбивать до густой пены. Вот такие у нас должны получиться белки. Они ни в коем случае не должны течь. Должны быть густые, плотные и увеличиться раза в три. Выкладываем белки на наши тосты. Вот так аккуратно распределяя по всему тосту. Старайтесь, чтобы у вас белков распределите как раз на два тоста. Вот такие у нас красивые получились тосты. Теперь делаем вот здесь внутри небольшое углубление. Вот так вот, как бы совсем чуть-чуть. И вот в этом тоже. Старайтесь так, чтобы было красиво, придать такую белкам бесформенное очертание. Тогда будет очень красиво. И сейчас вот в это углубление мы выливаем желток. Аккуратненько. Вот так. Такая красота. И отправляем в духовку. Духовка у меня уже разогретая на 180 градусов. Примерно на 5. Ну и вот такой очень вкусный завтрак у меня получился. Обязательно посыпьте еще все зеленью. Можно посыпать также мелко натертым сыром. Будет тоже очень вкусно. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также заходите в группу ВКонтакте. Там будет много всего интересного. Вы сможете поделиться моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Заходите, подписывайтесь на второй канал. Там будет очень много интересных видео. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. До свидания.